Коммунальное хозяйство В прохладные весенние дни здесь обитают комары, крысы и даже змеи. По подвалу проведена вся система канализации и электроснабжения. По словам жильцов этого дома, неоднократно выкачивали воду и убирали мусор. Все это происходит из-за нарушения канализационной системы соседних домов. В начале было как-то, потому что крыши не было, посевоенный дом началось с этого. Потом эти крыши отремонтировали, потом уже сточные воды. Подвал выкачивали много разного, а сейчас вообще стоит вода. Все сточные воды, все вокруг, после желтого дома, что построили за нами, они как-то, видимо, перекрыли вот эту яму, то ли там речушка какая-то. В общем, и все сточные воды снизу идут к нам, к нам подвалу. И мы стоим вообще-то столько лет на этой воде. И вы вот собирались, вот как-то весь, жильцы вашего дома собирались, писали какое-то заявление. Кому вы обращались и как они на это реагировали? Ну, знаете как, реагировали вообще-то хорошо, но положительно приходили, что-то делали, выкачивали. Нет, совсем ничего не делали, конечно, нет. Капитального не было сделано. Канализацию перенесли на задний двор, то есть с задней стороны. Тогда прочистили, перенесли. Вот вроде у нас хоть одной проблемы нет. У нас теперь двор не затапливается канализацией. Вот это у нас теперь есть. А подвал, все так же. Тогда никто с нас ничего не брал, тогда они все сделали за свой счет, все. А так мы каждый раз, когда вызывали машину, чтобы пробивал, все время платили. Настолько страшно, что я даже не знаю. Все вроде дома на что-то похожи, а у нас отфекушка. Ну вот подвал у нас 3 метра глубины. Вот сами видите, на чего похожи. Это уже ладно сказано. Високовольный только оттуда идет. На каждый подъезд везде оголенный. Летом змей сколько хочешь, лягушек сколько хочешь. Комары у вас сейчас имеем. В каждой квартире зайдите, везде комары. Невозможно летом заходить. Скоро она упадет, этот дом. И что-то произойдет здесь. Или пока кого-то не убьет этот ток. Вся канализация тоже там в подвале находится. Что-то поломается, ни один человек не сможет зайти, пока весь воду не выкачает. Депутаты, президенты, мы нужны, когда они выбираются. А после этих выборов, когда кресла ловят, мы не существуем. В конце управления, вот что называется, вот рядом, там тоже. Вот это когда построили, как его стадион, это хорошо, это прекрасно сделали. Там идет вот такая труба, 800-ка. И это закрыли. Они, я тогда вот, даже мэр города приезжал, я ему говорил, вот это вот. Я ему сказал, я говорю, вот это не закрывайте. Вы это закройте, я говорю, вода пойдет вот сюда. Здесь везде говорят насып. Ну, старые люди, которые жили, они знают. Насып вот. И вот когда вода идет, вот сейчас посмотрите, и там просачивает, и там просачивает, и просачивается внизу. И вот это, когда закрыли, это вода, некуда ему идти. Ни туда нельзя, сюда нельзя, и значит сюда. А сзади вот этот новый дом, который построили. Вот этот, а там канализацию он сделал. Сделал как? А там канава проходила отсюда до конца, и туда в речку уходит. Он сделал в эту канаву, положил это самое, как его трубы, и засыпал. И уничтожил это самое, как его канаву. И сейчас и там болото стоит, и здесь болото стоит. И вот эта вода идет все под дом. Продолжение следует...